Всем привет, ребят! Это Паша, мы в Car Parking Multiplayer и давайте будем начинать. И предлагаю сразу познакомиться. Зовут меня Паша, еще раз скажу, мне 19 лет. Недавно получил права на накопленные деньги за 4,5 тысячи евро. Купил я себе Honda Civic Type R в кузове EK9. Живу я в Дортмунде, недалеко от города Кёльн, Германия, с родителями. Вот, в принципе, наш семейный дом и моя машина. Предлагаю немедленно, сейчас мы запустим мой Civic, пусть прогревается, а потом я вам расскажу, что к чему. Итак, продолжим. Из-за чего же я решил снимать эту рубрику? Так как я отучился в Германии в школе 12 классов, то есть 12 лет, в 18 лет я закончил ее и потом никуда не поступил. То есть не поступил ни в колледж, ни в университет. Ну вот так вот, не определился я с тем, кем хочу быть, какую профессию получать. И знаете, что у нас случилось с родителями? Тотальное недопонимание. Они думают, что я ничего не добьюсь в жизни, то, что так и буду сидеть у них на шее, не найду работу, не получу образование. Ну, в общем, все по кругу. Как обычно, проблемы детей и отцов. Но что я решил сделать? В принципе, была не была, можно попробовать связать свою жизнь с машинами, с ютубом. Поэтому буду снимать все, чем буду заниматься и показывать вам. Надеюсь, это найдет какой-то отклик в ваших сердцах и вы меня поддержите. Ну а теперь рассказываю, чем мы будем заниматься и какие вообще сейчас новости, какие расклады вообще, с чего мы будем начинать. После того, как я купил Civic около года назад, я еще подрабатывал то тут, то там на разных работах. То официантом был, то помогал с документами, доставщиком, курьером был. В общем, самые такие, знаете, непутевые подработки, которые можно было попробовать, я все их попробовал. Ничего из этого меня не зацепило, но я поднакопил кое-какую сумму. В общем, у меня сейчас на руках 1800 евро. Ну то есть там 1790, но округлим до 1800. Что я сейчас делаю? Сейчас я из Дортмунда выдвинулся в город Франкфурт на Майне. И там мы с вами будем приобретать новый автомобиль. Так как особых навыков у меня нету, в принципе образования у меня тоже нету. Решил я себя попробовать в перекупстве. Купим машину у моего старого знакомого из Франкфурта, за которую он ручается. В принципе, хороший экземплярчик. Немножечко ее подшаманим и продадим на 1000, на 2 евро дороже. Благо продают ее по низу рынка, точнее даже ниже рыночной цены. Самый первый причем. Но там есть кое-какие косички. Мы их устраним и заработаем первые легкие деньги. Ну а мы тем временем уже домчали во Франкфурт. 230 километров дались просто на изи. Доехали мы чуть меньше, чем за полтора часа. Я считаю, это хороший результат. Мы, кстати, как вы видите на штамповочках, но шины у меня стоят хорошие. В принципе, сивиком я доволен в повседневной жизни. И до этого момента я как-то даже не задумывался о том, чтобы его дорабатывать, какие-то тюнячки покупать. Но сейчас понимаю, что сделать его более стилевым было бы намного-намного круче, чем ездить на вот таком вот овощном и немножечко грустном стоке. Но знаете, что меня радует больше всего сейчас? Это то, что буквально через 30-40 минут состоится сделка, которая изменит ход событий в моей жизни просто на 180 градусов. Поэтому сейчас мы оставляем сивик где-то здесь на паркинге, спускаемся вниз, где меня должен уже ждать Игорек. Игорек это, кстати, тот самый давний знакомый, мой хороший друг, который мне и предложил этот классный вариант по машине. Кстати, ребят, пока я иду к Игорьку, давайте договоримся. С вас подписка и 50 лайков под этим видео, а я выпускаю новую серию, как только они наберутся. Вы посмотрите на этого духаря. Сидит себе в камрюхе, 3,5 литра, V6. Ну, блин, ребят, это стилёк, это стилёк. Да всё, сажусь, сажусь я. Вот он, братик, привет, давно не виделись. Он меня, конечно, стеснительный, не любит на камеру много базарить. Но давайте, меньше слов, больше дела. Вон, в принципе, стоит эта зелёная бестия на парковочке, ждёт уже нас. Я думаю, по превьюшке вы уже догадались, что это за аппарат. Но сейчас я вам расскажу про него подробнее. Так, паркуемся. Но вот и он. Что это, ребята? Кто догадался? Peugeot 308, рестайлинг, 1.6 мотор, 5-ступенчатая механика. И сейчас начнётся самая интересная инфа. У машины один владелец. Она 10-го года. Внимание, ей 12 лет и пробег у неё 250 тысяч километров. Так, в принципе, хороший ракурс. Игорёк, ты мне, конечно, не мешал, но спасибо большое. 250 тысяч километров. Она не была в такси. В принципе, машина под оком чистая. Юридически, фактически, всё с ней окей. Но есть пару косячков. Сейчас мы, конечно, проверим её на ходу. О, Игорёчек уже сел. Отлично. Сейчас проверим её на ходу. И я вам, в принципе, про эти косячки расскажу. Про которые владелец не скрывает. И готов, в принципе, поторговаться с нами. Изначально цена машины была 1800 евро. Как раз чётенько под мой бюджет. Но из-за этих проблемок, нюансиков, владелец готов скинуть, так сказать, до 1500 евро. Что меня, в принципе, устраивает. Но теперь расскажу про сами эти косячки. Справа передняя дверь у нас крашеная. И крашена она не в цвет. То есть, если вы посмотрите под солнечным светом на машину и посмотрите на конкретно правую переднюю дверь, вы поймёте, что сделана она очень и очень некачественно. Как мне сказал Игорёк, не была машина ни в ДТП, ни в серьёзных, ни в каких-то передрягах. Просто на двери была глубокая царапина от чего-то. И дотошный владелец решил сделать всё по фэншую. Отдал в сервис. Хороший, кстати, сервис. Но малярщик попался там очень неопытный. И запорол всю дверь. Но, в принципе, это не проблема. У меня есть знакомые в Дортмунде, которые сделают это всё, да ещё и за копейки, так как они мне должны. В общем, поэтому можно не париться. Но посмотрите, ребята, 1.6, 120 сил, а машина спокойно идёт 150, 160, даже 170. И для неё это вообще не проблема. То есть машина живая, мотор работает ровненько. Ну, а что можно сказать? 250 тысяч километров за 12 лет. Это, ну, в принципе, чуть меньше, чем 25 тысяч километров каждый год, что вполне себе адекватная цифра для обычного рядового пользователя автомобилем. Ну, как мне сказали, машины пользовались в городских условиях, выезжали на автобаны, в принципе, немецкие. Поэтому за ходовку, за какие-то технические вопросы я не беспокоюсь. Мы вернулись к Камрюхе, то есть на нашу парковочку, откуда и выезжали. По машине у меня нареканий нету, вопросов тоже нету, и по цене вопросов тоже нет. Это самое главное. Поэтому сейчас будем подписывать документы, отдавать денюжки и прощаться. В принципе, 1500 евро, уходит Игорьку, он напрямую свяжется с владельцем и отдаст их. А от себя я ему потом закину еще, так сказать, презентик за то, что подогнал мне эту сделку. И, в принципе, все мы останемся в плюсах. Ну, а теперь спасибо, Игорек, за машину еще раз, пока. Ну, а я, чтобы еще раз удостовериться, что с автомобилем все окей по технической части, заеду тут к своим знакомым на подъемничек, мы ее посмотрим, ну, либо я сам посмотрю, если они заняты. И, в принципе, оценим состояние ходовой, там, тормозной системы, пружины, аморты и тормоза. Это, в принципе, самое главное по техничке, что меня интересует. А, ну, еще посмотрим, не подтекает ли коробка или двигатель, и тогда я буду вообще спокоен. То есть, приедем потом в Дортмунд обратно, наведем марафет, перекрасим дверь, химчисточку, детейлинг забабахаем, и потом продадим автомобиль в хороший плюс. Но я думаю, вы сейчас видите то, что правая передняя дверь не в цвет, это можно заметить невооруженным глазом. А вот и наш подъемничек, никого из ребят нет, поэтому сейчас сами ее загоним, благо тут все на автоматике, сам он отпускается, сам поднимается, когда видит то, что машина уже на подъемнике, и посмотрим мою новую тачку. О, кстати, я тут за сервисом никогда не видел этот фургончик. Видно, ребята продают шины, или у них выездной шиномонтаж, но я правда их никогда здесь не видел, сейчас подойду, спрошу, может ли у них что-то есть в наличии. Ребята пока заняты, поэтому попросили подойти чуть попозже. Ну, а мы тем временем заезжаем на подъемник, сейчас посмотрим низ нашего автомобиля, и уже сделаем какие-то первые заключения и выводы по его состоянию. Но, ребят, Игорьку я доверяю, если он сказал то, что машина хорошая, то значит она хорошая. Просто хочу сам для себя убедиться, понять что и как, и если что-то и нужно поменять, даже если оно не полностью износилось, то мы это лучше поменяем для нового владельца. О, кстати, смотрите, какие диски лежат, может они в продаже, потому что я бы поменял, если честно. Эти, они, конечно, лучше штамповок, которые у меня стоят на Сивике, но все-таки дизайн меня, если честно, отталкивает. В общем, спрошу у ребят, когда они вернутся. Ну, а мы можем уже осмотреть днище. Итак, по ходовке сзади рычаги у нас здесь опоры, сайлент-блоки, все чистенько, все аккуратненько, то есть никаких у меня нареканий нет, спереди поддон, коробка, ничего не течет. Ну, в общем, машина в хорошем состоянии, в рабочем, то есть где-то можно подмарафетить, почистить, намыть, подкрасить, но в целом, как бы поднищу там вопросов нет, проблемных моментов тем более. В общем, я рад. Подъехал я еще раз к ребятам с этим выездным шиномонтажем, они сказали то, что на мою машину на пыжик ничего нет, в плане по шинам, по дискам, так тем более, в этих размерах. Я, конечно, немножко взгрустнул, но ладно, посмотрим в Дортмунде какие-то варианты. Но сейчас пыжика я оставлю на ТО, поменяют масла, фильтры, жидкости и заберу его уже через пару дней. Ну а вы, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте 50 лайков и выйдет новая серия.